Приветствую, друзья! Я хочу на следующем видеоролике показать вам самую взрывную методику за 5 секунд, которая помогает снять головную или душевную боль. Да, и перевести себя, как говорится, условно, на образ будущего, чтобы вы могли себе создать образ будущего, каким вы хотите себя чувствовать после, каким вы хотите себя чувствовать через 20 лет. И это сделается доминантой, потому что это будет такая трансформация вашей идеи в реализацию вашего будущего, что вы сами удивитесь. Поэтому вам лучше подписаться на наш видеоканал, на YouTube-канал, чтобы вы могли не пропустить. А хотите, не подписывайтесь, это ваше дело. Но будет очень взрывной такой. 5 секунд, чтобы из бытовщины, из рутинной, из неприятного состояния могли мгновенно выскочить на хорошее самочувствие, хорошее состояние, такое окреление, знаете, это такое ощущение, я этим постоянно пользуюсь. Но это уже последнее достижение. Последнее достижение, потому что 5 секунд, это все-таки не 5 часов, и не 5 минут, это не 5 дней, это 5 секунд. Я почему это повторяю? Потому что все-таки это большое достижение. И кто потом мне будет там писать, что это известно 1000 лет, вы мне присылайте ссылки, чтобы я мог посмотреть, если это действительно известно 1000 лет или 100 лет, или даже может быть 20 лет, где-то это описано, где-то это обозначено. Я просто сниму шляпу, которой у меня сейчас нет. Но не важно. Не важно. Вы понимаете, о чем я говорю. А сейчас я хочу сказать вот что. Как общаются две половины мозга, условно говоря. Они то размыкаются, то смыкаются, с высокой готовностью смыкаться таким образом, на что вы настроены. Когда они размыкаются, появляется нулевое состояние. Переходное состояние между бодрствованием и трансом, переходное состояние между бодрствованием и сном, ну и так далее, и так далее, между агрегатными состояниями работы мозга. Так вот, дело в том, что был такой Райков. Да, известный Райков, вы можете посмотреть на YouTube-канале, который гипнотизировал детей и в гипнозе внушал, что они гениальные художники. И они по факту лучше рисовали. Да, вот это очень большое было достижение, но минусом было то, что там нужен был гипнотизер. Ну, запомните вот этот факт, что он в гипнозе внушал не детали какие-то, что вы будете лучше рисовать, там и так далее, а что сразу вы гениально будете рисовать. То есть, встала такую большую планку, цель. И вот оказалось потом, когда я уже исследовал, что если человек раскрепостится, снимет нервно-мышленные зажимы, у него происходит такое же явление. Если он, снимая нервно-мышленные зажимы, делая синхрогимнастику, подбирая там действия синхронные текущему состоянию, здесь и сейчас, в моменте, когда он это делает, подберет действия, которые настолько ему естественны, настолько ему, ну, не затратно мышечно, но так легко делать, то по этому критерию он тоже приходит к этому состоянию, когда он может помечтать, что он гений, что он будет делать то-то и то-то лучше всех и так далее, рисовать будет как великий художник, писать там стихи как великий поэт. То есть, по существу он размыкает тоже две половины мозга, опять их смыкает уже с этой доминантой. И поэтому потом у него лучше получается, чем было раньше. То, чем бы он ни занимался, чем он хочет. Даже решать математические задачи, если он этим занимается, или писать музыку, если он этим занимается. То есть, он может себя определенным образом регулировать без всякого гипноза. Но это ключ. Это ключ. И поэтому, когда вы его осваиваете, у вас это начинает получаться. Синхрогимнастику вы делаете, подбирая действия синхронные своему состоянию. Потом вы... Ну, это я в следующем ролике скажу. Вот эту методику примените пять секунд. Это вообще, это то, что человек инстинктивно и сам делает, когда он находится в так называемом многозадачнике, а времени нет. И вот он ищет решение. Какое же решение найти? Что мне нужно сделать? Как быть? Когда он в стесненных обстоятельствах, а ему надо срочно принимать решение. И там он применяет эти пять секунд. О чем я и скажу в следующем ролике. Но сейчас еще одно. Что такое синергиетика? И что такое последовательная работа мозга? И что такое синергетический собеседник? Это такое, после разговора с которым, после общения с которым, у вас крылья растут. Он вас понимает, он вас окрыляет, он вас вдохновляет. Синергетический собеседник. Я всегда ищу такого собеседника, чтобы окрылиться. И вам тоже советую. Потому что есть токсичные собеседники, которые вас грузят своими неприятностями, своими негативными эмоциями. Они разгружаются, вы загружаетесь. Но завтра этот же самый человек может стать синергетическим собеседником. Это тоже, пожалуйста, помните. Не надо ставить уже точку на общение с человеком. Потому что завтра всё поменяется, и он будет лучезарный, и он будет вас вдохновлять, и вы будете друг друга понимать, и окрыляться, и вместе идти к решению общей цели. Так вот, две половины мозга иногда взаимодействуют синергетически, а иногда взаимодействуют. Надо восстанавливаться, надо защищаться. Ну, короче говоря, я это скажу всё в следующем ролике. Это очень полезно, друзья. Итак, ждите пять секунд. А я жду, кто как подпишется, потому что в последнее время от Ютуба многие отписываются. Это оказывается не потому, что они так хотят. Это какая-то политика у Ютуба. А у нас своя единственная политика. Антистрессовая политика. Защита от стресса, чтобы каждый из нас умел. Энергию стресса, энергию тревожности, энергию паничного состояния, энергию страха, переводить, как мы хотим, как стресс-трамплин, в наши достижения. И вы будете увереннее в себе. Как я, который даже, когда плохо спится, когда вы не можете хорошо уснуть, часто пробуждаетесь, и вдруг оказывается, если вы там, в этот момент, к этому плохому сну относитесь правильно, вы можете оттуда получить большую пользу, решить какую-то проблему, которая настойчиво крутится у вас в голове. Если вы знаете об этом, что частые пробуждения вынужденные, это частые входы в ноль и выход, а когда вы входите в ноль, там вы обнуляетесь, разгружаетесь с моментами, и выходите снова, продолжая думать об этой проблеме, и, наконец, её решаете. Но всё же лучше высыпаться, потому что тогда вы полные энергии, тогда вы можете использовать этот же дробный сон с ещё большей полезностью. Да, друзья, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok